В некоторых местах расстояние между турецкой границей и границей с Азербайджаном составляет несколько десятков километров. Здесь проблем нет. И в Европейском Союзе есть четкое понимание, получается, что военная угроза Армении исходит не только от восточных границ Армении, но и со стороны Турции. Поэтому намерение иметь право быть наблюдателями, мониторить границы не только с Азербайджаном, но и Турцией, является достаточно логичным, на мой взгляд. Прецедент нахождения на одной территории как российских миротворцев, так и западных в истории есть. В Косово, мы помним, и в бывшей Яглославии, скажем, такое имело место быть. Здесь проблем нет, но возникнет вопрос коммуникации между двумя миротворческими контингентами. Скажем так, между двумя военными контингентами Европейский Союз надеется, что Армения, как государство, на территории которого данное взаимодействие имеет место быть, возьмет на себя функции, в кавычках, посредника, чтобы западные военные напрямую не работали с российскими мировоенными, которые будут находиться на территории Армении. То есть это попытка найти некий механизм такого взаимодействия, если в будущем на территории Армении появятся и войска других стран, не российские. То есть это чисто технический, в кавычках, технический момент. Каким образом будет происходить взаимодействие военных, международных различным военным блоком. Проблема взаимодействия данных военных с российскими военными, которые надо будет как-то решать. Будет некоторый переходный период, возможно, до того, как российские войска покинут Армению. Когда два контингента должны будут взаимодействовать. И Армения, как государство пригласившее обествование, и Россию. И не Россию, но она должна здесь на функции, на себя, по координации, усилиям. Это нет здесь проблем. Проблема в политической воле армянской власти, ее способности пойти на данный шаг.